Крым Крым Как вы полагаете, откуда взяты эти слова? Это клятва не допускать коррупции и отстаивать демократию? Из современной присяги народного депутата? Или из речи первоукраинского президента Михаила Грушевского? Или, может быть, из инаугурационного послания Джорджа Вашингтона? Пожалуй, эти слова были бы уместны во всех трех из перечисленных вариантов. Но на самом деле этот текст был написан примерно 2200 лет назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высеченный на белой мраморной стеле, что стояла посреди городской площади, этот текст являлся присягой, которую торжественно приносили все свободные граждане античного города Херсонес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта главная городская площадь находилась приблизительно здесь, где во второй половине XIX века был выстроен Большой Православный Собор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два тысячелетия назад здесь тоже стояли храмы, только языческие, посвященные древнегреческим богам. Рядом с ними на площади возвышались статуи божеств и выдающихся деятелей, а также мраморные плиты с текстами. На них было принято высекать важнейшее решение народного собрания, высшего органа власти в Херсонесе. Среди таких надписей была и упомянутая присяга, и памятные записи о деяниях наиболее заслуженных лиц, как, например, полководца Диофанта, государственного служащего Ага-Сикла и других. В ряду херсонесских героев нашлось место и для историка по имени Сириск. Из надписи известно, что Народный Совет постановил увенчать его золотым венком за то, что тот написал подробную и правдивую историю Херсонеса. К сожалению, текст этого исторического труда не сохранился до наших дней. Как же появился на здешних берегах этот древнегреческий город? Первые его жители приплыли сюда в V веке до н.э. из города Гераклея на противоположной стороне моря. Одной из причин их переселения была как раз борьба за демократию. Когда кучка богатых горожан, называемых олигархами, присвоила себе власть в Гераклее, часть прочих граждан, не согласных с этим, отправилась за моря в поисках свободной жизни на новых землях. Новый город, основанный гераклейскими странниками, получил название Херсонес, что по-гречески означает полуостров. Ближайшими соседями переселенцев на новом месте оказалась местная народность Тавров, по имени которой и весь полуостров назывался тогда Таврикою. Поначалу греки опасались Тавров из-за их пиратских нападений на греческие суда, но затем сумели наладить с ними отношения. Херсонесцы даже включили в число своих божеств Таврскую богиню Деву. Изображения Девы чеканились на монетах, высекались в форме статуи, и она считалась главной покровительницей города. Один из храмов в честь Таврской Девы стоял здесь, возле мощенной площади над самым морем. Неподалеку от него возвышалась гигантская статуя греческой богини Афины. Ее каменный лик всматривался в морские дали и встречал приплывающие корабли. Так переплетались традиции и верования аборигенов и прельшельцев, и это было началом долгого процесса взаимовлияния разных культур. Эта мостовая является, пожалуй, самой древней городской площадью во всей стране. Ее плитам более двух тысяч лет. На запад от этой площади отходит главная городская улица с той же древнего возраста. Эта главная улица города проходит мимо стен древних зданий, от которых сохранились лишь фундаменты. Разрушенные постройки давно утратили свою форму, но археологические раскопки позволяют воссоздать их облик. Со своими узкими улочками, глухими стенами и внутренними двориками жилая часть Херсонеса была, пожалуй, чем-то неуловимо похожа на старые кварталы Газлева и Бахчисарая. А среди этих руин когда-то находилась баня. Пол этой бани был украшен мозаичной картиной из цветной гальки, собранной здесь же, на морском берегу. Ради сохранности эта мозаика перенесена из развалин в музей. Неподалеку в земле зияют отверстия огромных ям. Здесь наверняка находился дом торговца рыбой, ведь эти ямы не что иное, как рыбозасолочные цистерны. В них изготовляли гару, то есть рыбный соус. Для этого в цистерну засыпали несколько тонн мелкой рыбы и оставляли преть на солнце 2-3 месяца, после чего рыба превращалась в остро пахнущую массу. Сегодня нам вряд ли бы понравилось подобное кушанье, но в древнем мире гарум высоко ценился как приправа к блюдам и вывозился из Херсонеса в большом количестве. Окном в мир для Херсонеса был его порт. В здешнюю бухту заходило множество кораблей из разных уголков Черного и Средиземного морей. Сегодня от этого порта мы не увидим даже руин, потому что все они покоятся на дне этой гавани. Ведь за последнее два тысячелетия уровень Черного моря постепенно поднялся на целых 4 метра и таким образом древний порт Херсонеса со временем оказался целиком затопленным. Первым и крупнейшим промыслом херсонесцев было производство вина. Вот, например, руины дома винодела, где сохранились три каменных площадки для отжима виноградного сока. Вино производилось в Херсонесе в огромном количестве. По некоторым оценкам, свыше 20 миллионов литров в год. Вино тогда рассматривалось прежде всего как способ долгосрочной консервации ценного витаминного сырья, причем греки пили его, лишь предварительно разбавив водой, а употребление неразбавленного вина свысока называли «пить по-скифски». Скифы, населявшие Крымские степи, славились как одни из основных покупателей херсонесских вин. И торговля города с ними была весьма масштабной. Виноград для такого производства выращивался в каменистых степях вокруг Херсонеса. Все эти земли были разделены между горожанами на многие сотни равных наделов, так называемых клеров, которые распределялись по жеребию. Каждый из них равнялся примерно 25 гектарам, и вина на нем за год можно было изготовить столько, чтобы нагрузить один корабль. Среди севастопольских новостроек до сих пор сохранились следы оград таких участков и проходившие между ними античные дороги. На многих клерах были построены загородные сельские усадьбы. Они имели вид огороженных дворов с виноградниками, небольшими огородами, садами и хозяйственными постройками. Примечательно, что в некоторых из этих усадеб можно видеть следы построек достаточно неожиданных для мирных сельских жилищ, а именно мощные фундаменты дозорных башен. С такой башни можно было заранее заметить приближение противника, а при его нападении надежно укрыться внутри и выдерживать несколько дней осады. От кого же приходилось обороняться херсонесским виноградарям за такими толстыми стенами? Прежде всего, от скифов. Как бы ни был херсонес богат виноградом, он нуждался также и в хлебе, а пшеница на здешних каменистых почвах росла неважно. Потому херсонес расширил свои владения и на плодородные приморские степи вдоль всего западного берега Крыма. Здесь-то и возникли неизбежные конфликты с хозяевами степных просторов – скифами. Во владение херсонеса входило множество населенных пунктов вдоль западного берега полуострова. Самым крупным из них был город Киркинетида на месте современной Евпатории. Сейчас развалины этого города полностью погребены под современной застройкой, и все же участки стен древней Киркинетиды все еще можно видеть в специально оборудованном для показа раскопе. Далее, к западу от Киркинетиды располагался еще один важный пункт херсонесских владений. Когда-то эти руины были частью огромного сооружения, в котором наряду с разными другими постройками были возведены и склады для зерна. Греческие земледельцы выращивали пшеницу в прибрежных степях, собирали ее здесь и отправляли кораблями в херсонес. Однако дни богатства и благополучия вскоре закончились. Археологи обнаружили на этих развалинах несколько интересных предметов античного искусства, но также следы сильных пожаров и разрушений. Более того, при раскопках выяснилось, что впоследствии греки навсегда покинули эти места. А на развалинах греческих стен была возведена скифская крепость. Та же судьба постигла и другое античное поселение в врочище Бель-Авус, неподалеку от озера Донузлав. В древности здесь стояли вплотную друг к другу целых пять укрепленных усадеб с многоэтажными сторожевыми башнями. Одна из этих башен, которая стояла на берегу, была столь высока, что одновременно служила и маяком для проплывавших мимо по морю судов. Так же, как и предыдущее, это поселение тоже поменяло своих хозяев. Скифы изгнали отсюда греков и построили на Топилище свои дома и укрепления. А эту живописную круглую бухту в нынешнем поселке Черноморское, а к мечеть, херсонесцы называли Колос-Лемен, то есть Прекрасная Гавань. Это был самый дальний, самый северный край херсонесских владений. На берегу Прекрасной Гавани стоял целый портовый городок с тем же названием. В присяге, которую мы цитировали в самом начале, граждане Херсонеса торжественно клялись оберегать свой город, Киркинетиду, Колос-Лемен и все прочие прибрежные поселения от любой внешней опасности. Херсонесцы надеялись обосноваться в этих землях надолго и строили здесь свои поселения, однако история распорядилась иначе. Во II веке до н.э. Скифское государство достигло пика своего могущества. Расцвела и украсилась его столица Неаполь на территории современного Симферополя. Были сооружены крепости в Крымских предгорьях. Тогда-то скифские цари и решили померяться силами с Херсонесом. Победа далась им довольно легко. Разгромив прибрежные поселения, скифские армии подступили под самые стены Херсонеса. Жители города стали спешно искать союзников, и такие союзники нашлись. Царь Митридат VI Евпатор, правитель понтийского царства на южном берегу моря, прислал Херсонес полководца Диофанта. Тот сумел разгромить скифов и отбросить их далеко от пределов города. Однако за эту помощь свободолюбивым горожанам пришлось расплатиться самым дорогим, своей независимостью. Херсонес признал власть понтийского царя, затем перешел в руки римлян и уже больше никогда не был независим. Потому и неудивительно, что среди всех этих военных потрясений и политических неурядиц Херсонес, заботившийся о своей безопасности, уделял особое внимание обновлению и расширению своих оборонительных стен, а также укреплению городских ворот, которые преграждала металлическая решетка. Наряду с главной площадью и портом еще одним оживленным местом Херсонеса был городской театр. На его сцене ставились трагедии и комедии, а позже проводились даже гладиаторские бои. Помимо того, театр служил и местом заседаний народного собрания. Правом голоса в этом совете обладали все жители Херсонеса, кроме женщин, рабов, туземцев и иностранцев. Конечно, с современной точки зрения такая демократия выглядит еще очень несовершенной и ограниченной. И все же на фоне других древних государств, где жизнь человека зависела не от коллективных решений, а от единоличной воли царя или вождя, такой государственный строй был без сомнения передовым. И именно он лег в основу государственного устройства в абсолютном большинстве современных стран. В политических дискуссиях нашего времени порою раздается мнение о том, что, мол, демократия – это традиция, чуждая нашей стране, что это некое новомодное веяние, лишь недавно занесенное к нам из Европы, из Америки. Эти доводы выглядят просто смешными, если вспомнить о том, что в Херсонесе, то есть в нынешнем Севастополе, люди уже две тысячи лет назад не только понимали значение слова «народовластие», но и клялись защищать демократию от любых поползновений олигархии и деспотизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова